Сегодня мы продолжаем наши беседы на библейском портале Экзегет. Мы будем говорить о трудных и сложных местах Священного Писания. Сегодня мы рассмотрим следующий вопрос. Почему все Евангелия по-разному описывают надписи на кресте? Имеется в виду Евангелие от Матфея 27.37, Евангелие от Марка 15.26, Евангелие от Луки 23.38 и Евангелие от Иоанна 19.19. Здесь действительно табличка, которая была над его головой, которая должна была указывать на его вину, она была зафиксирована у разных евангелистов по-разному. У Матфея – «Се есть Иисус, царь иудейский». У Марка – «Царь иудейский». У Луки – «Се есть царь иудейский». У Иоанна – «Иисус Назарей, царь иудейский». Как это можно объяснить? Объяснение существует. Возможно, что каждый из евангелистов приводит только часть всей надписи, что можно продемонстрировать следующим образом. Мы будем исключать разночтение, а оставлять то, что есть у всех евангелистов. Матфей – «Царь иудейский». Марк – «Царь иудейский». Лука – «Царь иудейский». Иоанн – «Царь иудейский». Вот здесь мы видим то, что объединяет четырех евангелистов в описании того, что там было написано. Хотя у Матфея перед словами «Царь иудейский» «Сеясь Иисус Назарей, царь иудейский». Правда, у него отсутствует Назарей. Назарей присутствует у Иоанна. Поэтому во все этой мозаике мы видим, что дополняя друг друга в чем-то, они все подчеркивают «Царь иудейский», «Царь иудейский», «Царь иудейский». И вы помните, когда такую надпись сделали римляне, то они пришли к Пилату и просили убрать эту надпись, потому что он называл себя как бы царем иудейским. Но Пилат им отказал. Он сказал, что я написал, то написал. Но если мы объединяем как бы все редакции, следовательно, полная надпись могла бы выглядеть так. «Сей есть Иисус Назарей, царь иудейский». В этом случае каждое Евангелие приводит важнейшую часть из надписи «Царь иудейский». Ведь и обвинение против него было, что он делает себя царем, вопреки того, что у нас есть свой царь – кесарь. Таким образом во всех четырех Евангелиях тексты взаимно дополняют друг друга, но не исключают один другого. Поэтому, когда вы будете сталкиваться в жизни, что кто-то будет говорить о каких-то противоречиях, несовпадениях, никогда не спешите. Обращайтесь к христианской литературе, которая постоянно исследует такие трудные и сложные места и находит ответы на любые затруднения. Берегите себя. С Богом! Субтитры создавал DimaTorzok